привет всем я рада видеть вас на своем канале меня зовут Назя спасибо что смотрите мои видео в этом видео я буду вязать корзинку вот таким узором этот узор называется узор верблюд как мне объяснили в инстаграме он называется так потому что этот узор похож на след который оставляет верблюды я бы ни за что не догадалась но спасибо вам спасибо что рассказали мне об этом я буду вязать этот узор не по спирали а по кругу то есть видите он состоит из соединяющихся окружностей и я думаю хорошо видно что это не спираль также у меня есть этим узором уже связана сумочка это прошлогоднее видео и там я вяжу его по спирали то есть если здесь окружности замкнутые то там вязание происходит по спирали и если вам понравится этот узор то обязательно посмотрите это видео тоже там тоже много чего полезного рассказывать ну а в этом видео я покажу вам и научу вас вязать этот узор по кругу без обрыва нити и без протяжек всего клубка то есть никаких разрывов нити никаких протяжек клубка в этом видео не будет давайте начнем вязание вязать я буду из одного матка трикотажной пряжи бисквит у меня это цвет шалфей и крючком номер 8 и это пряжа с лицевой нарезкой нити характеристики которые вы можете видеть вот здесь ссылку и промокод на пряжу я как всегда оставлю внизу под видео в инфобоксе пряжа с лицевой нарезкой нити означает что лицевая сторона полотна проходит снаружи нити а внутри изнанка такая пряжа хуже тянется и лучше держит форму и так для начала вязания я оставлю длинный хвостик примерно полтора метра и где-то вот здесь сделаю кольцо амигуруми волшебное кольцо вставляю крючок в это кольцо делаю первую подъемную петлю и дальше вяжу еще пять столбиков без накида в это кольцо то есть совершенно обычное вязание круга так все столбики связаны дальше я затягиваю и затягиваю достаточно туго именно в этот момент смотрите шапочку последнего столбика я зря связала основной нитью соединять ряды в этой корзиночке я буду с помощью метода бесшовного вязания хвостиком поэтому я распущу шапочку у последней петли и провяжу ее хвостиком вот он хвостик именно для этого я и оставляла его таким длинным провязываю вытаскиваю и делаю соединение с помощью протяжки с помощью хвостика точно так же вставляю крючок под первую горизонтальную петлю подхватываю хвостик подхватываю вытаскиваю хвостик через эту петлю дальше возвращаю крючок в то отверстие откуда выходит нить и просто уже опять подхватываю хвостик тем самым замыкаю ряд вот так получается этот ряд видите у нас получилась косичка абсолютно идеальная дальше я перехожу к вязанию опять основной ниткой хвостик используется только для соединения смотрите у меня есть отдельный видеоролик по этому методу где я подробно подробно рассказываю в общем если вы еще не вяжете методом бесшовного вязания хвостиком то переходите в этот ролик и сначала изучайте его а я продолжу свое вязание дальше здесь уже я сразу буду вязать этим узором для того чтобы мне получить косички как бы по краю донышка нужно вставлять крючок вот за эту перемычку вот они видите эти перемычки они образуются от столбиков без накида то есть каждый столбик без накида имеет такую перемычку я вставляю крючок сначала в первую перемычку вот видите отсюда хвостик выходит вот сюда я и вставляю крючок подхватываю рабочую нитку делаю первую подъемную петлю она является первым столбиком без накида в эту же точку делаю столбик без накида то есть вяжу уже по схеме идеального круга в следующую перемычку опять делаю 2 столбика без накида следующую еще два столбика без накида ну и так до конца ряда то есть в каждую перемычку вот она делаю по два столбика без накида до конца ряда а в конце ряда делаю бесшовное соединение хвостиком ну и давайте дальше самостоятельно довяжите этот ряд и так вот она последняя петля в этом ряду опять шапочку у этой петли провязываем не основной ниткой а хвостиком потому что он короткий его удобнее протаскивать так вам не нужно протаскивать весь моток и дальше делаем соединение с помощью протяжки но протягиваем их хвостиком и еще раз ну вот теперь можно увидеть вот он первый ряд косичками вот второй ряд и я перехожу к вязанию 3 ряда 3 все последующие ряды я буду вязать по схеме идеального круга и буду делать то же самое опять вставляю крючок в первую перемычку вот видите отсюда выходит хвостик сейчас я его уберу вправо чтобы он нам не мешался вот она первая перемычка подхватываю рабочую нить делаю воздушную петлю в следующую перемычку по формуле идеального круга я делаю 2 столбика без накида и продолжаю это чередование 1 столбик без накида и 2 столбика без накида следующую перемычку и так до конца ряда а в конце делаю бесшовное соединение с помощью хвостика ну и довязываем этот ряд самостоятельно до конца мне остается связать опять последнюю петлю я провязываю первую часть рабочей нитькой а вторую часть я провязываю хвостиком шапочку в этой петли я провязываю хвостиком для того чтобы сделать бесшовное соединение и еще раз туда откуда нить выходит вставляю крючок снова подхватываю нитку и смотрим что у нас получилось у нас уже получается 3 окружности из косичек вот первый ряд второй ряд ведь он прижался к первому третий ряд он еще не прижался ко второму потому что нет еще сделанного следующего ряда но в общем я надеюсь вы уже поняли так вяжем на ту величину рядов которая вам нужна вязать я буду по схеме идеального круга я не буду расписывать в этом видео каждый ряд от схемы идеального круга у меня опять же есть отдельный видео мастер-класс вот здесь по подсказке вы найдете его если вы просто не умеете еще вязать идеальные круги либо открываем инфобокс все полезные ссылки будут там я связала 8 рядов по кругу этим методом и этим узором видите у меня получились замкнутые окружности их легко пересчитать то есть 7 косичек у меня и вот 8 ряд можно видеть что ряды которые уже провязаны косичка в них прижимается к предыдущему ряду 8 ряд еще не провязан и поэтому здесь еще есть вот это расстояние которое бросается глаза между восьмым рядом и седьмым рядом то есть только когда он будет провязан он прижмется к этому ряду очень хорошо видно что круги связаны не по спирали а это замкнутые окружности еще в прошлом году я бы связала этот узор только по спирали но вот в этом году появился такой замечательный метод вязания хвостиком и поэтому теперь можно вязать такой узор окружностями я продолжу вязать эту корзинку в высоту и я буду вязать стеночки стеночки я начну вязать точно так же как и вязала донышко только единственное что я перестану делать прибавки больше никаких хитростей в виде переходов на вязание стеночек я не буду использовать в этой корзинке то есть я просто точно так же делаю сначала первую подъемную петлю и затем в каждую вот эту перемычку я делаю по одному столбику без накида до конца ряда а в конце ряда делаю бесшовное соединение с помощью хвостика итак я связала 14 рядов по прямой для стеночек то есть без прибавок и без убавок посмотрите что получается вот такой маленький клубочек у меня остался и сейчас я буду делать последний ряд последний ряд для этого узора независимо от того вяжете ли вы корзинку вяжете ли вы сумочку или может быть коврик всегда вяжется немножко по-другому он вяжется не столбиками без накида он вяжется соединительными петлями почему потому что видите вот этот вот ряд который в данный момент является последним немножко отстает от всех предыдущих рядов и косичка в нем смотрит вверх а не вот сюда не на меня да и для того чтобы этот ряд точно также прижался как и все предыдущие ряды его нужно провязать но если я его провяжу столбиками без накида он то прижмется но следующий ряд будет уже отставать поэтому нужно его провязать таким узором который бы не отставал не имел вот этого расстояния и это будут самые обычные соединительные столбики делаю все то же самое нахожу первую перемычку это та петля из которой выходит хвостик вставляю в нее крючок вывожу петлю вставляю крючок в следующую перемычку подхватываю рабочую нить и делаю соединительные петли опять в следующую перемычку и опять соединительная петля но и так вяжу до конца ряда в каждую перемычку по одной соединительной петле я подошла к последней петли в этом ряду вставляю крючок в последнюю оставшуюся перемычку и подхватываю уже хвостик вот он видите он короткий а не рабочую нитку делаю соединительную петлю вытягиваю эту петлю хотя вообще в данном случае это не так принципиально у вас все равно короткая нитка остается и от основной нить это у меня еще маленький клубочек если сделать рядов побольше то будет коротким коротким будет и основная нить ну и дальше делаю соединение с помощью протяжки хвостика вот такая получается корзинка посмотрим на край видите это соединительный ряд этот ряд из соединительных петель он прижал предыдущий ряд и сам от него не сильно отступил то есть получилось очень красиво и гармонично и я рекомендую если вы вяжете этим узором всегда заканчивать этот узор рядом из соединительных петель давайте посмотрим на донышко вот оно донышко и здесь мы видим замкнутые окружности а не спираль вообще в корзинке это не очень принципиально если бы я вязала вот корзинку я бы ну я и связала корзинку я связала ее для того чтобы показать вам как вы этот узор можно соединить по кругу в кольце да но для корзинки и и спокойно можно вязать по спирали потому что корзинка круглая и как бы всех этих перекосов в спирали на ней не особенно видно но вот для маленькой сумочки например вот лет такой очень важно для того чтобы все было симметрично что ли гармонично потому что если я буду вязать по спирали такую сумочку то пойдет небольшая косина не будет небольшой перекос где-нибудь в клапане или в какой-нибудь части этой сумочки вот посмотрите здесь я связала скажем не из окружности а из соединяющихся овалов да я думаю видно что здесь связано не по спирали а тоже соединяющимися рядами вот такую небольшую сумочку и она получилась абсолютно ровной то есть нигде у нее ничего не перекашивает ни в какую сторону не косит не уходит и мне кажется такой прием очень хорош именно для сумочек но вот такой получается у меня корзинка вот такой донышко ее стеночки у меня ушел практически весь моток остался вот такой маленький клубочек давайте я сейчас замерим высота стеночек 12 сантиметров и диаметр донышка примерно 19 сантиметров донышко получилось более мягкое то есть она мягче чем например донышко узором галочки естественно галочками получается тверже при этом стеночки все равно хорошо стоят видите они тоже как бы мягкие но они довольно толстые здесь конечно еще пряжа играет очень важную роль я думаю что из изнаночной пряжи стеночки бы не получились такими хорошо держащими форму перехода но соответственно здесь нет перехода от донышка к стеночкам он получается такой незаметный и вот так выглядит сама корзинка сейчас я вам покажу шов и изнанку этого узора смотрите я ее выворачиваю вот она изнанка этого узора на мой взгляд тоже очень интересная но опять же если вы хотите изнаночную сторону взять за лицевую я бы рекомендовала лучше вязать по спирали потому что с изнаночной стороны вот он небольшой шов но все же он есть да вот он видно как он уходит он довольно аккуратный в глаза не бросается но он есть вот так выглядит этот узор с изнаночной стороны так вот можно заглянуть внутрь корзинки когда косички внутри получается тоже на мой взгляд очень красиво и оригинально вот такая получилась корзинка этим узором если вам понравилось это видео не забывайте про свои лайки подписывайтесь на мой канал тут учат вязать так м м м Продолжение следует...